Новость, которую я выбрала в качестве первой, мне очень понравилась. Вообще, на самом деле, за фотографии, конечно. Ну, потому что там очень милые обезьяны. Конечно, они обнимаются, что-то там держат. Да, но дело не в том, что издание Nplus 1 разместило фотографию классных обезьян. Дело в том, что это обезьяна. Ну и в этом тоже дело, всё-таки. Ну, в этом, конечно, ми-ми-ми, вот это всё. Но дело в том, что это не просто обезьяны. Это они, это вот эти обезьяны, да? Про них идёт речь? Да. Они, просто, дело в том, что они клонированные. Клонированные обезьяны, да. По методу овечки-долли. По методу овечки-долли. Давай рассказывай, в чем новость. Ведь клонировали после долли многих животных. На самом деле клонировали долли еще в 96-м году. Это была целую вечность назад. Люди, родившиеся в 96-м году, уже могут покупать спиртное в Америке, например, официально, абсолютно легально. И с тех пор было много разных клонирований. Они клонировали коров, лошадей. И в целом существует несколько схем клонирования. История с овечкой-долли заключает интересна тем, что в первую очередь это самая простая схема клонирования, которая очень понятна с точки зрения любого человека. Мы берем яйцеклетку, помещаем туда ядро из другой клетки. И так как ядро содержит генетическую информацию, яйцеклетка начинает делиться, запускается процесс производства. И вот мы создали организм с тем кодом, ядро откуда мы вставили. То есть прямо очень понятно. Вынули, вставили, запустили, работает. Но, как оказалось, для приматов эта история довольно сложная. Оказалось очень сложно таким способом клонировать приматов. Впервые получить оплодотворенные яйцеклетки, по-моему, удалось еще в конце 90-х. Но они не развелись ни во что. И удалось получить эмбрионы в 2007 году. В 2007 году. Но они оказались тоже не жизнеспособны. А тут удалось взять и по-честному клонировать обезьян. То есть это здоровые детеныши-обезьяны. Ну как, сейчас пока здоровые. Тут нужно понимать очень простую вещь. Что вот мы сейчас разговариваем о клонировании. Опять же, прошло 22 года. С того момента, как была клонирована Долли. Но на самом деле многие вещи, связанные с клонированием, не ясны до сих пор. Вот, например, Долли прожила... Она прожила короткую грустную жизнь. Она страдала артритом и прожила всего 6 лет. И это отдельный вопрос, до сих пор непонятный. То ли это связано с тем, что она была получена клонированным способом. И поэтому, грубо говоря, когда мы клонируем, нам кажется, что все нормально сделано. А на самом деле просто где-то на уровне, которым мы еще не понимаем, происходят какие-то сбои. И так просто нельзя. Просто взять одну информацию, засунуть туда какой-то происходит разлад. Кто-то говорит, что это просто овечку Долли так плохо содержали. И поэтому она получилась неудачной. И поэтому страдала и умерла в расцвете сил. На самом деле не в расцвете сил. Поэтому вопрос о том, получились ли хорошие и здоровые. Но сейчас, да, здоровые. Покажет только время. А скажи мне, пожалуйста, мне всегда казалось, честно говоря, то есть еще после истории с... Это я сейчас совершенно не про то, но тем не менее. После истории с пересадкой костного мозга у людей, когда донор и рецепент потом встречались и обнаружили, что они очень похожи, дичайшие похожи, я начала смотреть на фотографии этих обезьянок. И я думала, что они будут просто совершенно одинаковые. Прям совсем-совсем-совсем-совсем одинаковые. Но они не одинаковые. Я уже вижу их различия. Это странно, мне кажется, нет? Что ты меня так смотришь? Я задаю вопрос, который лежит на поверхности. Они должны быть одинаковые, если они копии. Ну, конечно, это же клон. Я в фильме видела, клоны одинаковые. Клоны одинаковые. Они прямо один в один. Ну да. Как копированные просто. Ну да. Ну это же да. Ну там, правда, может быть, у них прическа разная, волос по-разному лег. То есть как бы если их же как-то обезьян, знаешь, не причесывают, не стригут, они как вот сами растут и растут. Потом, например, вопрос о том, как у тебя формируется сетка морщин. Обезьяны, если что, они достаточно морщинистые, если ты на них посмотришь. Вообще с детства. Это вообще отдельный разговор. Ну то есть вот как бы гипотетически взять два клона, состарить их, да, и посмотреть, как у них будут вот эти мимические морщины, вот эти все, то мне кажется, что они будут абсолютно разные. Потому что в формировании этих морщин участвует огромное количество внешних факторов. Поэтому, вообще говоря, клоны, да, типа не обязаны. Так же, как два, как они там, которые вместе, это близнеца. Два близнеца же могут отличаться в деталях. Они отличаются. Если ты там их одинаково причесал, одинаково подстриг, одинаково одел, там постарался их сделать одинаковыми, они будут одинаковыми. А так есть куча вещей, которых отличает. Хорошо. А тут вот наш слушатель Казани спрашивает, какую пользу приносит клонирование. Очень хороший вопрос. Во-первых, это круто. Ну, то есть, как бы, ну, это вообще офигенно. Ну, только представьте, взял такой, прям реально взял гидроз, запихнул в яйцеклетку, запустил, оно работает. То есть, прямо, ну, офигенно. Ну, помимо вот этого, вот, что это очень круто, есть еще всякая действительно прикладная польза. Во-первых, изучение развития эмбрионов. Для того, чтобы понимать процессы, ну, нужно, например, максимально исключить воздействие генетики. Как ее исключить? В идеале у нас должно быть куча клонированных эмбрионов, за развитием которых мы следим в разных условиях, и тем самым понимаем, какое воздействие оказывают те условия, в которых они развиваются. В этом смысле мы минимизируем воздействие генетики. С мышами так и есть. Чтобы вы понимали, лабораторные мыши, это, ну, они за чистотой их генома следят. Это клонированные, по сути, создания. Они часто одинаковые, совсем как раз поэтому на них можно проводить исследования с приматами, чем-то посложнее. Такого нет. Другая проблема — это то, что мы хотим, например, изучить развитие генетических заболеваний. У человека. У человека. В данном случае обезьяны к нам сильно ближе, чем овцы, и поэтому это, в принципе, неплохая идея. Я говорю, ну, там, сильно ближе, чем мыши. То есть мыши достаточно близко, прям хорошо близко, но обезьяны все равно ближе, потому что сложнее и приматы, и наши прямые родственники. Ну, вот такие новости сейчас. Тут мне пишет Наиль из Москвы. Ну, да, конечно, я немножко преувеличила, когда сказала, что я ожидала, что они прям совсем одинаковые. Наверное, увидеть отличия в обезьянах могут только самые обезьяны. Ну, потому что это так же, как на взгляд китайцев, все европейцы на одно лицо, условно говоря. Видишь, я наоборот сказала. Хорошо, да. Так, что тут еще у нас пишут в чате? Не вижу каких-то вопросов, но если они появятся, буду задавать их тебе. Мы пока перейдем к следующей теме. Давайте. У нас много всяких разных тем. Следующая вообще очень крутая, но, честно говоря, страшненькая. Я не хочу рассказывать, как называется ваша публикация про ОСПУ. Да. Но, на самом деле, речь же идет о том, что... Ну, лучше ты расскажи, потому что про ОСПУ много всего есть. Я не знала о том, откуда она появилась, эта болезнь, и как лекарства выделили. В общем, расскажи, о чем история. Во-первых, откуда появилась эта болезнь, мы тоже не знаем. Вот она появилась и появилась. То есть она нам дана в ощущениях. Да, и ОСПУ – это следующее, как бы после чумы, заболевание, которое опустошало и Европу, и Азию, и в целом было очень опасным. ОСПУ – это один из самых первых примеров того, как люди догадались до такого понятия, как вакцина. Догадался это конкретно британский, английский тогда доктор по имени Эдвард Дженнер. Что он заметил? Он заметил, что у людей, которые работают с лошадьми и коровами, они гораздо реже болеют ОСПУ или даже не болеют ей. Или если заболевают, она у них проходит гораздо более мягче, в частности, они не умирают. При этом он заметил очень простую вещь, что просто у коров и у лошадей есть своя ОСПУ. Коровья и, соответственно, лошадины. Поэтому ему в голову пришла идея, что, соответственно, если человека заразить условно коровьей ОСПУ, то он переболеет, останется живой, и у него выработается какое-то... Ну, тогда не знали понятие иммунитета. Это мы сейчас понимаем. Ну, в общем, что он будет... Защита какая-то. Это защита, что он будет готов. И, значит, впервые он это опробовал на мальчике, который звали Джеймс Фибс, и оказался прав. Оказался прав. Тогда это был настоящий прорыв. Не было никакой такой биологии, которая бы это все сверхподробно могла объяснить. И вакцинация от ОСПУ стала довольно популярной. Там есть забавная история, что, чтобы вы понимали, антипрививочники появились тогда же, когда появились прививки. Поэтому вакцину Дженнера очень... На нее рисовали классные карикатуры. Вот если будет возможность поищить в интернете, где там условно вкалывают человеку вакцину, а у него раз вымя вырастает. Или рога, потому что вакцину же делали из чего? Из коров, да? Вот. Поэтому в целом было некое сопротивление. Но, как оказалось, тогда просто сложнее было быть антипрививочником. Ты просто подхватил ОСПУ и умер. А сейчас-то с этим посложнее. Вот. Просто из соображения распространенности этих заболеваний. Поэтому там достаточно быстро это движение сошло на нет. Вот. Но заболевание оставалось в Азии. И потом, в 20 веке появилась генетика. Выяснилось, что кто возбудитель, да? Что это такой вот вирус. И удалось придумать новый класс вакцин, который помог, в общем, избавиться от ОСПУ. ОСПУ стало, кажется, первым заболеванием, которое удалось искоренить. Последний случай заболевания был в 77-м. В 80-м Всемирная организация здравоохранения объявила, что все. Мы официально победили ОСПУ. Вот. И вирусы этой ОСПУ, той самой, которая опустошалась сейчас, они хранятся в двух центрах. В Атланте и в Новосибирске. Кстати, хороший вопрос. А почему? Зачем нужно хранить эти вещи? Зачем нужно хранить? Вопрос непростой. Непростой, да? Отчасти это связано с научным интересом, да? Потому что вот если ты смотрела фильм «Заражение», ты смотрела же фильм «Заражение», да? Там, короче, нужно, чтобы под рукой была всякая такая вот штука, чтобы быстро сравнить и понять, с чем ты имеешь дело. Ну, как быстро, да? В течение пары месяцев. Вот. Ну, из таких соображений, как мне кажется. Теперь мы переходим непосредственно к сути новости, да? Да. То есть это была классная историческая история. Она мне очень просто нравится. Она клевая. Теперь мы переходим к новости. Есть такой ученый. Сет Ледерман. Вот. Что он сделал? Он послал запрос. Ему тоже понравилась эта история. Слушай, тут все сложнее. Забегая вперед, он вообще пишет про него книгу. Он пишет про него книгу. Про Дженера. Про Дженера. Он очень прямо погружен в его биографию. И вот он, значит, совершенно неожиданно решил получить, разобраться с вирусом Оспы, из которого делали вакцину. Не с тем оригинальным вирусом человеческим, а вот с тем, с которым... Имел дело тогда Дженера. Да. Казалось, во-первых, да, ну, это уже было известно еще в начале, там, десятых годов была работа, что провели анализ, показали, что это, в общем, не вирус коровьей Оспы, как говорит, гласит легенда. Потому что то, что я вам все-таки рассказал, это отчасти байка, да? Ну, в реальности жизнь всегда гораздо скучнее. Вот. И, соответственно, лошадиный Оспа, а не коровья. Вот. И он решил, значит, попытаться получить доступ к этому вирусу. А вирус лошадиный Оспы хранится в третьем центре. Условно, это центр где-то там... В США, в центре по контролю... Да, в CDC-центре, да. Храниться ему, конечно, доступ никто не дал, непонятно, зачем он ему нужен. Поэтому он решил для своих нужд синтезировать вирус искусственно. Да, оказалось, что это можно сделать с существующими технологиями, довольно несложно. Это было... Самое важное еще понимать, что это была не первая такая работа. Впервые вирус удалось синтезировать в 2002 году, но тогда это... Показали саму возможность синтеза, а он прям дошел до конца, заказал там в одной конторе производство каких-то оснований в компании, которая этим занимается, секвенированием. Потом, значит, из кусков собрал ДНК вируса в кроликах, там они похожим делом болеют. В общем, потратил там условно порядка 100 тысяч долларов. А дальше статью попытался отдать в какой-нибудь журнал. И у него ее не принимали два года. Статью о том, что он смог синтезировать заново ту самую лошадину оспу. Да, ту самую лошадину оспу, которая, кстати, тоже искоренена. Но ее тоже нет. Лошади последний раз ей болели, условно, в Монголии 40 лет назад. Ну вот. И у нее не брали статью, потому что не очень понятен конечный результат. То есть проделана работа? Проделано. Да, получен вирус, получен. Но как бы работа не новая. И вот, значит, журнал PLOS ONE есть такой. Он посчитал статью достойной, опубликовал ее. И главное, что говорят критики, опять же, что говорят критики-алармисты, что вот, ну, по сути, человек продемонстрировал, что ОСПО, которое рассматривается как хороший кандидат на биологическое оружие. Оказывается, можно с не очень большими деньгами, с существующими технологиями взять и синтезировать вещи, от которой люди давно уже не прививаются, потому что с 80-го года формально болезнь побеждена. Страшненько? Да. Да. Вот как бы суть этой новости, она, вот, это каждый раз, когда вот вроде бы он ничего такого особенного не сделал, и все до него как бы это уже делали. И, ну, логично, что если мы говорим про синтетическую биологию, если кто слушал наш новогодний выпуск, да, у нас там была как раз про это, да, про штуку с синтетическим геномом. Хочется сказать, что это все возможно, но когда вот берет человек и вот конкретную вещь делает, становится как-то вот прям, короче, не по себе становится. Да, по себе, да. Ну, надо спросить еще у наших слушателей, вот вы сейчас это все услышали, что, оказывается, человека получилось взять и синтезировать один из самых страшных вирусов заново, с которым человечество поборолось, победило, и вот он его заново создал. Но у него-то были благие цели, да, ну, как, по крайней мере, сейчас он заявляет. А вам страшно от такой новости, что можно обратно синтезировать, ну, довольно страшное заболевание? Если да, вам не по себе, точно даже как и нам с Андреем Коняевым, то 660-06-64. Если вы совершенно этой новостью не напуганы, в конце концов, ну, будет вирус, будет и вакцина, то 660-06-65. Процесс пошел, голосование у нас такое. Страшно ли вам от новости, что одно из самых страшных заболеваний в истории человечества можно заново синтезировать? Если да, вам страшно, то 660-06-64, если нет, вам совершенно это никак не страшно, 660-06-65. От себя еще замечу, что, ну, вот у Стругацких была такая штука, хищные вещи века называлась. Почему я называю штуку? Потому что я не помню, это роман, повесть, не помню по размеру, скорее всего, повесть. Вот, и они представляли себе будущее, где вещи настолько развелись, что их необычное использование может быть, ну, опасным. Там, в частности, делали, например, замораживающие бомбы из супербыстрых холодильников. Там, ну, много было любопытного в этой повести. Но смысл в том, что, ну, не угадали. Вот оказалось, что все гораздо... Все так же страшно, но по-другому. То есть, вот, и как бы... А еще спрашивают насчет ветряной оспы. Это же другая штука. Другая. Да, это черная оспа, да? Черная, черная, конечно. Речь идет о черной оспе. Конечно, не ветряная. Ну, на всякий случай спрашивают. Так, мне не страшно, я привита. В скобочках старенькая уже, пишет Ирина. То есть, ее привили еще тогда, когда это имело смысл. В Советском Союзе, ну, действительно, прививали от оспы отчасти, в том числе и потому, что это рассматривалось как биологическое оружие. Ну, чтобы твое население было привито. Ну, сейчас, прежде чем завершить эту тему, объявить результаты голосования, вопрос от Наилев. Все-таки он не понял, зачем все-таки хранить вирусы? Можно же не хранить сами вирусы, а только цифровую информацию о них. И тогда все равно можно сравнить. Разве нет? Нет, пока не настолько, но в целом он прав. Это то, куда, наверное, и надо двигаться. То есть, зачем хранить конкретный вирус, если можно хранить полное описание его ДНК, описание его кода. То есть, не ДНК, это плохо, у вируса нет ДНК. Ну, вот смотри, по результатам голосования, что можно сказать? 62% проголосовавших говорят о том, что им все-таки страшно на таких новостях. И 38% говорят о том, что нет. Ну, вот Ирина, мне кажется, дала ответ на вопрос людям по поводу того, что не страшно. Сергей Спорженко тоже пишет. Мне пофиг, у меня все привиты от оспы. Так вот. Хорошо, у нас есть еще одна небольшая новость. Она на самом деле большая, но у нас нет времени, поэтому мы ее вам расскажем коротко. Я сейчас пытаюсь ее найти, и, к сожалению, не могу найти. Дело в том, что, я так понимаю, один из краеугольных камней истории диабета, сахарного диабета, это история о том, вызывает ли этот сахарный диабет 100% сок фруктов. Ну, вообще, все, что касается диет и диетологии, это вещь очень сложная. Как мы знаем, то считается, что масло вредно, то считается, что не вредно. Это очень сложный процесс, потому что невозможно поставить контролируемые исследования и так далее, и тому подобное. Вот есть диабет. Диабет — это серьезная проблема на глобальном уровне. То есть процент заболевших диабетом растет у населения, и поэтому это серьезная проблема. Один из вопросов, который касается, когда говорят о здоровом питании, это о том, что есть две противоречащие утверждения, что нужно, с одной стороны, есть больше фруктов, с другой стороны, нужно стараться много не пить натурального сока. И там есть свои противопоказания с соком. И вот здесь сделали мета-исследование. Тут нужно понимать, что это все с оговорками. То есть это не значит, что вопрос закрыт. Скорее всего, маятник качнется еще и в другую сторону несколько раз, пока, наконец, не придут консенсус. Но сделали следующее мета-исследование. Взяли исследование на эту тему, собрали данные воедино, привели их к общему знаменателю. Получилось, что тысяча человек проанализировали. Оказалось, что употребление именно 100% сока, что тоже не очень распространено, потому что в сок добавляют сахар в том числе, действительно не влияет на развитие диабета второго типа. Ну, это же крутая новость очень. То есть я понимаю, что все равно еще будет исследование, которое скажет, что наоборот влияет. Но если вот так, то это действительно... Ну, во-первых, меня очень радует, что они так занимаются этим диабетом. И действительно, что касается количества заболевших, вот согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 80-го года прошлого века по 14-й год этого века, то есть за 24 года... 34. 34, простите. Процент взрослого населения с этим заболеванием увеличился с 4,7% до 8,5%. Почти в два раза, да. ...процент, то есть почти в два раза. И действительно широко распространяется. Ну, в общем, короче говоря, болезнь, которую, видите, начали и так тоже изучать. В общем, я уверена, что эта новость касается многих. Посмотрите. Но вот сейчас ученые не нашли связи между 100% фруктовым соком и диабетом. Мы вернемся через несколько минут и поговорим о силе Казимира. Я не очень понимаю, что это такое, но Андрей Каняев нам объяснил. Малевича. Сейчас я приду. 16.30 в Москве. В студии Александр Хлимов. Новости. В кинотеатр «Пионер» в Москве пришли полицейские. Днем ранее Минкульт пригрозил кинотеатрам штрафом за показ фильма «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение. Оперативный дежурный столичного главка МВД подтвердил РБК, что визит полицейских кинотеатр связан с показом фильма «Смерть Сталина». Какие именно следственные действия проводятся в кинотеатре, дежурный не уточнил. Между тем, источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что кинотеатру грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Между тем, сегодня в «Пионере» запланирован еще один показ смерти Сталина. Сеанс состоится в 21.50. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих волонтеров штаба Алексея Навального в Москве. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмаш, на выходе из штаба стоит автозак, полицейские задерживают волонтеров и увозят в ОВД. Какой именно, она не уточнила. Напомню, сегодня президиум Верховного суда отклонил жалобу Алексея Навального на недопуск на президентские выборы. Ранее политик утверждал, что будет обращаться в ЕСПЧ. Пресненский суд назначил оглашение приговора по делу Никиты Белых на 1 февраля. Об этом объявила судья Татьяна Васюченко. Бывший кировский губернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину Белых не признает. Сегодня ему было предоставлено последнее слово. Прокурор Марина Дятлова ранее запросила для подсудимого 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 миллионов рублей. Спикер Госдумы назвал условия для встречи с американским послом. Вячеслав Володин сообщил, что примет решение о встрече с Джоном Хансманом, когда в Нижнюю палату парламента поступит соответствующий официальный запрос, а также с учетом будущих санкций Вашингтона в отношении Москвы. Ранее американское посольство сообщило, что Джон Хансман запросил встречи с руководителями Кремлевской администрации, обеих палат парламента, правительства и ФСБ. В интервью Интерфаксу Володин сказал, что штатам следует тщательно подумать, прежде чем запрашивать встречи посла с российскими высокопоставленными руководителями, чтобы потом это не привело к отзыву такого посла. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении с 1 мая МРОД до прожиточного минимума. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он предложил уже сегодня провести внеочередное заседание Совета Думы, которое определяет повестку палаты. В Москве этой ночью минус 7-9, завтра днем от 4 до 6 ниже нуля, местами небольшой снег. Александр Хлимов, служба информации «Эхо Москвы». Наряду со словом «круто» предлагаю в свой лексикон включить еще слово «зыконска». Можно просто «зыка». Не надо делать вид, типа, чувак, что ты как бы в теме, ты не в теме. Типа, чувак, это хорошо. Пока мы тут новости были, нам писали, чувак так страшно в камеру смотрит, как Фредди Крюгер прям. Какой ты? Это ты. А, я? В какую камеру-то я смотрю? А, вот в ту. В какую? Ну, ты не смотрел в камеру, просто видно было тебя, и ты такой сидел, короче, вот. А еще говорят, почему я в шапке, а ты в капюшоне, потому что у нас вши. У обоих. 16 часов 35 минут в столице продолжается программа «На пальцах», программа совместная с изданием «Н плюс один». Андрей Коняев и Ирина Воробьева здесь, в этой студии. Мы продолжаем. И это та самая новость, когда я попрошу даже заголовок мне объяснить, потому что я не поняла примерно ничего. Итак, заголовок следующий. Ученые впервые измерили силу Казимира между проводящими сферами. Андрей. Отлично, да. Вот смотрите, значит, есть квантовая механика. В квантовой механике все очень удивительно. Вот если взять, например, комнату, да, полностью изолировать ее, чтобы внутрь не попадали магнитные поля, да, чтобы все оттуда вынести из комнаты, полностью откачать воздух, в общем, создать какой-то максимально идеальный вакуум в нашем представлении, выяснится, что в комнате совсем не пусто. Дело в том, что квантовая механика говорит, что вот в вакууме постоянно происходят флуктуации. Это значит, что вакуум, он представляет собой такое море виртуальных частиц. Они рождаются и исчезают парами. Поэтому, грубо говоря, в среднем заряд там условно ноль, но в какой-то каждый конкретный момент появляются и уничтожаются, например, там фотоны. Вот. Это очень такой процесс неожиданный. Это следствие такого понятия, как квантование. Но вот похоже, это правда, что вот вакуум — это на самом деле такое море. И дальше вот сила Казимира — это эффект, который возникает вот из-за того, что вакуум — это не пустота, а море виртуальных частиц. И девочка простая. Мы берем две пластинки, они проводящие, могут проводить ток. И делаем их так, чтобы они были прямо близко, близко, близко. Тогда вот возникает такая естественная история, что, грубо говоря, между этими пластинками те частицы, ну, на самом деле, там важна длина волны, но, грубо говоря, давай представим, что рождаются и исчезают частицы. Будут, ну, как бы, эти пластинки, они же мешают частицам побольше рождаться, да? Поэтому там будут рождаться частицы, которые, ну, точно помещаются между этими пластинками. Или помещаются целое число раз. Вот так вот. Понимаешь, да? И так как между пластинками теперь рождается частиц, грубо говоря, меньше, а снаружи пластинок рождается частиц столько же, то те, что снаружи, такие, типа, что за фигня, начинают на пластинки давить, и те начинают сближаться. В вакууме. В вакууме. Класс. Давить начинают. Штука в том, что там порядок этого эффекта такой, что чтобы, вот, например, сила сближения стала сравнима с силой атмосферного давления, нужно разместить эти пластины на расстоянии, там, порядка 10 нанометров. Вот это очень, очень, очень близко. Ну, и, соответственно, первый прорыв был, когда это удалось померить на практике, потому что одно дело ты рассказываешь, что там что-то, какие-то море виртуальных частиц, что-то как-то там должно сближаться, а потом взяли и померили. И вот эта работа, это уже третья работа, потому что сначала, ну, там важные условия, что эти штуки должны быть проводящие. То есть они, например, должны быть из металла, или в данном случае стеклянные сферы, покрытые металлом. Вот проблема заключается в том, что когда ты там две пластинки между собой размещаешь, они так вот, ну, симметричны, поэтому это сравнительно легко. А физики же никак не останавливаются на достигнутом. Потом они измерили между пластинкой и сферой, а теперь между двумя сферами. Вот. Для этого там была придумана целая огромная система, которая позволила эти сферы разместить так, чтобы вот, ну, все было точно, и эти сферы должны были находиться, чтобы эту силу померить в течение достаточно длительного времени на расстоянии. И дальше физики нарисовали, значит, расчетное значение силы Казимира. И реальное оказалось действительно, что там зависимость обратно пропорциональна расстоянию там от производной у этой силы. В общем, там оказалось, что вот прям очень похоже на правду, для эту силу удалось померить. Чего про эту силу известно прикольного? Вот вы смотрели фильм, все смотрели фильм «Интерстеллар», да, и там вот есть черная дыра, которая, значит, открылась, и она, ну, не дыра, а червоточина, которая ведет от одной точки пространства в другую. Значит, Кип Торн, который является физиком очень хорошим и по совместительству консультировал, в общем-то, этот проект, да, получил Нобелевскую премию, как мы знаем, в этом году. Ой, в прошлом. В прошлом уже. Сейчас, в 2018. Вот, он, в общем-то, придумал, ну, там какая проблема? Если в червоточину попадает материя, то червоточина схлопывается сразу и не дает пролететь. То есть это такое нестабильное образование. И чтобы это образование было стабильным, он придумал, что там нужно, чтобы там была отрицательная энергия. Вот, как бы, энергия, а штука в том, что в классической физике энергия по определению положительная. Ну, как бы, когда ничего нет, это ноль. Когда что-то есть, это плюс. Ну, да, а когда что-то есть, что был минус, так не бывает. Вот, не бывает. Ну, и, как бы, есть мысли, это большая спекуляция, разумеется, что вот сила Казимира, это как раз вот та отрицательная энергия. То есть у тебя, как бы, есть пластинки, ты их держишь на каком-то расстоянии, они стремятся сблизиться, да, то есть, грубо говоря, состояние с минимальной энергией, это когда пластинки у тебя ближе, чем они есть. То есть если ты держишь две пластинки, да, обычно же как жизнеустроено, да, что всё стремится к состоянию с наименьшей энергией. Вот, ты отпускаешь, и дальше там, ну, начинает всё минимизироваться. А здесь получается, что если ты чуть-чуть развёл, то энергия меньше, чем минимальная. То есть отрицательная. Поэтому, как бы, возможно, в будущем двигатели, которые будут переносить людей сквозь звёзды, будут построены на этой селе Казимира. Круто, а почему Казимир-то? Учёного так звали, который, это фамилия, по-моему, у него. Хендрик Казимир, я уже посмотрела в Википедии специально. Знаешь, зачем посмотрела? Зачем? На тот случай, если ты начнёшь мне рассказывать неправду про Казимира, я тут начну развешивать уши и говорить, правда, что ли? Да. Да, он ещё картины рисовал. Да, да, чёрненькие такие, да, например. Ну, у него был замечательный супрематический триптих. Супрематический триптих, ну, прекрасно. Так, значит, вот Наиль переспрашивает, рождаются фотоны, не электрон-позитронные пары? Там рождаются все частицы. Да, когда мы квантуем фотоны, они переносчики электромагнитного взаимодействия. В природе четыре фундаментальных взаимодействия. Переносчики трёх из них известны. Гравитационного неизвестны, есть или нет. И вот мы говорим про квантование электромагнитного поля, и там переносчики фотоны. Хорошо. Разобрались с этим, но не буду задавать вопрос, чем нам это может помочь. Ты уже ответил, да, чем нам это может помочь. Червоточина, Интерстеллар. Ну, это когда-нибудь может быть, а может быть и нет, но может быть и да. Да, ради того, что может быть и да, вообще всё того стоит. Хорошо, поехали дальше. Есть ещё у нас одна новость, и я тоже буду просить объяснить мне заголовок. Почти все слова я здесь знаю в этом заголовке, но общий смысл придётся объяснять. Модель случайного блуждания описала процесс появления новых научных идей. Да, есть такая, ну, есть вопрос, как появляются новые идеи. Грубо говоря, с какой скоростью можно ли предсказывать, когда будет очередной инновационный прорыв, хотя бы в среднем. Это вещь любопытная, и для описания нельзя предсказывать, не имея модели. И вот это один из способов этой модели, построения этой модели. Она устроена просто, мы такие вещи обсуждали миллион раз, значит, берём точки, эти точки соответствуют каким-то идеям, да, соединяем их линиями, это если эти идеи между собой как-то связаны, от одной можно перейти к другой. Вот, дальше какое-то подмножество идей раскрашиваем, мы считаем, что это те идеи, которые нам известны, и стартуя с идеи, начинаем, в общем-то, процесс креативного создания. Мы считаем, что человек, чтобы прийти к какой-то новой идее, должен по старым пройтись, да, и перейти. При этом блуждает он случайно, то есть попав в точку, он выбирает какое-то из тех направлений, которые из этой точки выходят, не входят, это тут важно, тут модель случайного блуждания с усилением. То есть он стремится к чему-то новому, перейти, а не к старому вернуться, да, чтобы не получалась ситуация, что ты от одной идеи ко второй, а потом обратно к одной. Странно, да, так никто не делает. Как бы если ты куда-то пришёл, ты куда-то хочешь там дальше двинуться. А дальше предположили, что вот этот глобальный граф идей, это граф, который удовлетворяет гипотезе малого мира. То есть вот эта гипотеза о шести рукопожатиях, что от одной точки до другой на графе всех наших знакомств можно пройти за шесть шагов от меня до Папы Римского, например. Что, конечно, удивительно. Ну и взяли такие графы, на них запустили этот процесс, и оказалось, что результаты удовлетворяют до этого хорошо известным эмпирическим законам. Вот так. То есть эта модель, скорее всего, похожа на правду. Ну это можно как-то, я не знаю, применить в жизни? Вот это важно, важно, важно что понимать. Все такие модели статистические. Они тебе не могут предсказать, кто конкретно и когда конкретно. Они тебе предсказывают в среднем. Типа, я сейчас от балды говорю цифры. В среднем раз в пять лет появляется офигенная идея в математике. В среднем. Ты не знаешь, в какой области, там или где. Но это тоже важно, чтобы ты мог прикидывать, как мы быстро движемся вперёд. То есть нельзя взять эту модель и просто, не знаю, как-то... Попытаться указать то место, где будет следующий большой правиль. Ну, например, да. Да, нет, конечно. Невозможно. И нельзя, например, взять эту модель и применить её на себя и сказать, так, так, сейчас я должна все эти точки нарисовать, пойти по ним, и у меня будет прорыв. Нет, потому что ты вспомнишь, что ты знаешь только то, что ты знаешь. А то, чего ты не знаешь, до чего тебе нужно дойти, до этого нужно дойти. Ну, нет, я очень люблю новости про математические модели, но каждый раз я захожу в тупик, честно говоря, потому что с вопросом, ну и что? Да хорошо, ты зря. Ты так задаешь этот вопрос, как будто, ну и что, это плохо? Нет, ну и что, это хорошо? Ну, ты знаешь, я не понимаю, в чём суть, ну... Ты просто очень эгоистичный человек. Ты говоришь, круто, а я не понимаю. Ты эгоистичный человек, ты пытаешься найти в этом пользу для себя. Ты как и все люди, да? Ты слышишь про науку и такой, так, чем это мне поможет? Да может ничем. Это поможет человечеству. Хоть раз в своей жизни подумай о человечестве, о сообщности людей. Это им полезно. Тебе, ну, может быть, не так полезно. Как всегда, вот эти вот наши философские рассуждения о том, что может быть полезно, а может быть не полезно. Нет, на самом деле, конечно, любая математическая модель, которую ты рассказываешь, она в любом случае интересна. Если кто-то хочет это всё посмотреть на картинку, там они есть, вот эта модель случайного блуждания по сетке идей, посмотрите на сайте Инплюс Один, там большая статья, гораздо более подробно описано всё то, о чём мы сейчас говорили, и как раз можно вот эту картиночку посмотреть и как-то, может быть... Сложить в голове. Сложить в голове, да, и подумать о человечестве. И подумать о человечестве. Сейчас буквально пару минут паузы, потом наша любимая рубрика «Блиц». Программа «На пальцах», и это наша любимая рубрика «Блиц», в которой мы рассказываем о новостях, мимо которых пройти мы не смогли. Поехали. Итак, новость первая. На Земле услышали сигнал потерянного 12 лет назад спутника. Обожаю такие новости. Да, канадский астроном-любитель. Мы в прошлый раз говорили про астроном-любителей. Вот польза от человека. Слушал, слушал, обнаружил телескоп, обнаружил аппарат, теперь с ним попытаются установить связь, перезагрузить компьютер на борту, и, возможно, он сможет передавать снова данные, хоть какие-то. Круто. Вторая новость. Чувствительность диагностики ВИЧ по слюне повысили в тысячу раз. Да. На самом деле, тесты на ВИЧ с помощью слюны – это сравнительно новая история. И такие новости происходят часто, потому что чувствительность этих тестов растет просто с колоссальной скоростью, потому что в слюне содержатся антитела к вирусу, который вырабатывает наше тело. Оно всегда к любому вирусу вырабатывает антитела. И регистрация именно этих антител является косвенным указателем на то, что в нашем теле присутствует вирус. Ключевое тут, что эти новые тесты, лучше существующих, уже действительно на несколько порядков. Третья новость. Конкурс Lunar X Prize. Останется без победителей. Что это за конкурс? Очень грустная история. Некоторое время назад Google объявил, что он предлагает 50 миллионов долларов команде, которая сможет создать лунный аппарат, послать его на Луну и обеспечить трансляцию с Луной. То есть предлагалось послать какой-то зонд, который там хорошо сядет и сможет, соответственно, запечатлеть лунные ландшафты. И у этого проекта был выработан таймлайн, то есть когда что нужно сдавать, и участвовало большое количество команд. Теперь эта новость означает, что Google отказывается от главного приза, то есть вовремя не пошлют. Никто не успевает. Там проблемы оказались как технические, так и технологические, так и банально регуляция. Потому что когда Google это придумывал, все надеялись, что уже частная космонавтика будет прямо на взлете. А оказалось, что частной космонавтики сейчас пока еще нет, и надо договориться с госструктурами. Но они не очень понимают тему. Ты приходишь, приносишь им такую штуку, говоришь, ее нужно отправить на Луну. Как-то оно не очень получается. Бедняги, да. Но что-то все равно они будут делать. Что-то будут делать. То есть этот проект не закрыли, он продолжается. Мы ждали, когда появится эта новость относительно России, да, наверное. Министерство финансов России представило проект закону о регулировании криптовалюты. Наконец-то. Да, представил. Мы вслед за Белоруссией спешим ворваться в эту такую интересную область. От себя замечу, что проект пока очень сырой. Это пока даже не законопроект. То есть это первый шаг к созданию и к регулированию всей этой криптоистории. С одной стороны, регулирование, конечно, нужно. С другой стороны, уже сейчас видны отличия, например, с законом в Белоруссии. Там добыча криптовалюты не приравнена к предпринимательской деятельности. А в этом проекте приравнивается. То есть если ты хочешь зарабатывать деньги на криптовалюте, решая, добывая ее, то тебе нужно оформлять какие-то юридические документы, платить с добытой криптовалюты, налоги и так далее. Это логично, нет? Ты знаешь, этот процесс скорее напоминает действительно добычу полезных ископаемых и больше похож на золотую лихорадку в Америке. Она регулировалась совсем другими законами. Следующая новость. Фейсбук ввел новую единицу времени. Времени? Времени, да. Дело в том, что в Фейсбуке люди, кто работают вообще в Фейсбуке, сталкиваются с задачами о необходимости синхронизации видео, аудио и всяких других процессов. Если еще видео, аудио внутри существующих форматов, в которых видео записывают, еще как-то реализовано, то внешняя синхронизация — это всегда большой геморр. То есть сделать красиво, чтобы ты, например, листаешь или что-то делаешь, у тебя запустилось видео на нужной точке — это всегда большая проблема. Поэтому они предложили перейти к единому формату времени, который позволит синхронизировать множество процессов. В принципе, это они делают для себя, разумеется, но, может, эта идея и приживется. Ну что же, и наша финальная новость. Самую маленькую в мире муху назвали в честь Арнольда Шварценеггера. Да, это муха, ну, важно понимать, эта муха относится к семейству горбаток, они очень маленькие, по полмиллиметра, питаются мякотью фруктов и вообще, на первый взгляд, не имеют отношения к Арнольду Шварценеггеру, пока ты не посмотришь фотки. У этой мухи огромные накаченные ручища. Спасибо большое, это была программа «На пальцах». До встречи ровно через неделю.